Каждый архитектор в мире желает построить что-то такое, за что о нем узнает весь мир. Кто-то строит небоскребы, кто-то огромные корабли, а кто-то создает новые автомобили. Но то, о чем мы будем говорить сегодня, более масштабное, чем любой небоскреб. Наверное, все вы видели в новостях или телеграм-пабликах новости о том, что в Турции хотят построить новый Босфор, а в Саудовской Аравии строят огромное здание-город длиной в целых 170 километров. А если вы и не слышали об этом, то сможете узнать подробности именно сейчас. Итак, мы представляем вам новые чудеса света. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки и писать комментарии, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Присаживайтесь поудобнее, берите панкейки с чайком и погнали! Стамбульский канал! Это один из самых спорных инженерных проектов современности. Турция хочет построить искусственный пролив, который будет дублировать Босфор и превратить Стамбул в остров. Зачем она это делает и почему мировая общественность, включая жителей самого Стамбула, выступают против проекта? Начало строительства канала было положено 26 июня 2021 года. Предполагается, что новый пролив соединит Черное море с мраморным, протянется на 50 километров в длину, будет глубиной 25 метров и шириной 150 метров. Официально его задача в том, чтобы разгрузить морской трафик через Босфор и снизить количество происходящих там аварий. Правительство Турции готово потратить на это дело 13 миллиардов долларов. При этом финансирование будет исключительно из внутренних источников, без привлечения иностранных инвестиций. Фактически, западная часть Стамбула с населением в 10 миллионов человек превратится в остров. Попасть туда можно будет только через несколько мостов и паромами. В чем же тут подвох? Все дело в невыгодной для турков конвенции Монтрео от 1936 года, которая сделала Босфор достоянием всего человечества. Для сравнения, чтобы пройти по египетскому Суэцкому каналу, торговые суда должны заплатить в местную казну в среднем по 10 долларов за тонну. Чтобы срезать путь и выйти в Красное море, корабль с грузом в 100 тысяч тонн обязан выложить Египту 1 миллион долларов. Суэцкий канал приносит Египту 5 миллиардов долларов в год. Это второй по значимости источник пополнения бюджета страны. В то же время Турция за пролив Босфор не получает вообще ничего. Проход торговым судам по нему бесплатный. И это при том, что морской трафик у Босфора в 2-3 раза больше, чем у Суэцкого канала. 40 тысяч кораблей против 15-20 тысяч. Конвенция Монтрео, навязавшая Турции столь невыгодную сделку, была принята под давлением великих держав. Главным аргументом стало то, что Босфор – это природный объект, а потому пытаться на нем заработать несправедливо. Сегодня же правительство Эрдогана намерено вырыть второй пролив, чтобы хотя бы его сделать платным. Зачем торговым кораблям плыть по платному Стамбульскому каналу, если есть бесплатный Босфор? Ответ прост. Чтобы сэкономить время, Босфорский пролив действительно перегружен. Чтобы пройти по нему, корабли вынуждены подолгу ждать своей очереди, тратя и за простое время и деньги. К тому же природный пролив довольно сложен для навигации ввиду рельефа и особенностей течений. Чтобы избежать неприятностей, иностранные корабли нанимают турецкого лоцмана, который помогает осуществить трудный проход. К слову, этот лоцманский сбор, то есть предоставление проводников – один из способов Турции хоть как-то урвать с иностранцев деньги. Новый Стамбульский канал будет намного удобным для прохода и, скорее всего, не таким дорогим, чтобы от него отказывались. Крупным торговым компаниям будет выгоднее и безопаснее пользоваться именно им. Mirror Line. Зеркальная линия. Когда-нибудь в Саудовской Аравии появится небоскреб высотой 490 метров, внутри которого смогут жить миллионы людей. По сути, это будет огромный город, потому что длина сооружения составит 170 километров, а внутри будет все необходимое для жизни – квартиры, магазины, аптеки, салоны красоты и даже подземный транспорт, работающий на возобновляемой энергии. О грандиозном проекте, который наверняка признают как очередное чудо архитектуры, стало известно в январе 2021 года. О нем рассказали власти Саудовской Аравии. Изначально город-небоскреб был известен под названием The Line, однако недавно его переименовали в Mirror Line. Вместе с новым названием проект обзавелся несколькими новшествами, среди которых имеются как хорошие, так и плохие. Итак, давайте узнаем, почему длинный небоскреб внезапно стал называться зеркальным, каким он станет согласно новому плану и когда будет построен. Изначально будущему небоскребу было дано название The Line, потому что его хотели сделать в виде двух параллельно расположенных сооружений высотой 490 метров и длиной 170 километров. После анонса сооружение начали называть городом, ведь в нем планировалось создать жилые помещения как минимум для одного миллиона человек. Стоимость строительства города-небоскреба оценивалась в 500 миллиардов долларов, что весьма ожидаемо. Настолько масштабное сооружение никак не может стоить меньше. Проект все еще существует и власти Саудовской Аравии настроены настолько серьезно, что недавно выделили в два раза больше денег и внесли в проект некоторые поправки. Новое название Mirror Line дает понять, что сооружение будет сделано в виде длиннющей линии, а также будет полностью покрыто зеркалами с внешней стороны. Второе новшество заключается в том, что конструкция будет короче ожидаемого, протяженное здание составит 170 метров. Несмотря на сокращение площади, внутри него смогут жить целых 5 миллионов человек. Как они там уместятся, совершенно не ясно, однако можно предположить, что строители просто сократят количество магазинов и других заведений. Помимо магазинов, кафе и салонов красоты, на высоте 300 метров будет расположен стадион для спортивных соревнований. Сообщается, что каждый житель сможет дойти до жизненно необходимых мест всего за 5 минут. Внутри небоскреба будут целые городские районы, перемещаться между которыми можно будет на подземном транспорте, который работает на возобновляемой энергии. Поездка из одного района в другой будет занимать не более 20 минут. Недалеко от небоскреба окажутся берега Красного моря. Это отличный повод для постройки пристани для яхт, чем и займутся строители. Если вам показалось, что 500 миллиардов долларов для строительства небоскреба – это очень много, для вас есть шокирующая новость. Так как план проекта немного изменился и стал более сложным, ему выделили еще столько же денег. Теперь стоимость строительства Mirrorline составляет 1 триллион долларов. В октябре 2022 года компания Otsky опубликовала видео с процессом строительства города-небоскреба в Саудовской Аравии. На отснятом при помощи дрона материале видно, как многочисленные экскаваторы копают в пустыне широкую траншею. Об этой траншеи планируется возвести фундамент города. Как небоскребы могут навредить природе? По данным The Wall Street Journal, несмотря на отличное финансирование, проект уже сейчас испытывает некоторые проблемы. Во-первых, они связаны с тем, что властям Саудовской Аравии трудно привлекать зарубежные инвестиции, им не хотят давать денег. Во-вторых, против проекта строительства небоскреба Mirrorline выступают экологи. Они считают, что зеркальное сооружение высотой 490 метров и длиной в несколько километров будет сбивать с толку птиц и становиться причиной их гибели. К тому же, огромное сооружение способно повлиять на погоду, если не в Саудовской Аравии, то в других странах. Все в нашем мире взаимосвязано. Но сами авторы проекта уверены в том, что их творение принесет только пользу. Мало того, что небоскреб Mirrorline обещает быть одним из самых красивых и крупных сооружений в мире, так еще и станет домом для миллионов людей. Внутри сооружения будет открыто множество заведений, благодаря чему станут доступны до 380 тысяч новых рабочих мест. Также город сможет положительно повлиять на экологию, потому что в нем не будет обычного транспорта, тем более с двигателями внутреннего сгорания. Транспортная система будет располагаться под землей и работать за счет энергии, вырабатываемой солнечными и ветряными электростанциями. А теперь самое главное. Когда будет построен город-небоскреб Mirrorline? Сначала предполагалось, что первые жители появятся в нем уже в 2030-х годах. Но новый план настолько сложен, что на строительство может уйти 50 лет. Возможно, его увидят только наши дети и внуки, но точный прогноз сейчас никто не может дать. Безусловно, про два этих чудо света можно сказать, что на сегодняшний момент это самые масштабные стройки на планете. Но мы будем надеяться, что это только начало, что когда-нибудь такие города-небоскребы станут для нас чем-то обыденным, а возможно, нечто похожее мы сможем увидеть или даже посетить на других планетах. Нам было бы очень интересно узнать, как вы относитесь к постройке Стамбульского канала и Mirrorline. Считаете ли вы с экологической точки зрения правильным их существование? И как вы вообще относитесь к настолько глобальным постройкам? Также не забывайте ставить лайки и нажимать на колокольчик. Желаем вам панкейкного настроения и до новых встреч!